Много интересного было и на полях форума. К примеру, глава Кремлевской администрации Сергей Иванов в интервью к каналу «Россия-24» четко сказал, что Россия может вернуть себе ракеты средней дальности. Класс, который с американцами ликвидировал еще Михаил Горбачев. Почему всем, кому угодно можно иметь этот класс оружия, а нам, ну и США юридически, тоже, вернее не тоже, а нельзя иметь этого оружия, возникает закономерный вопрос. С одной стороны, мы подписали соглашение, советско-американское, мы его выполняем, но до бесконечности так продолжаться не может. Собственно, это развитие слов Путина в среду на Абуховском заводе под Петербургом. Вернувшись на родину с саммита лидеров «Восьмерки», он назвал решение СССР ликвидировать ракеты средней дальности не очень понятным. Вот Иванов в пятницу и разъяснил логику президента. Американцам этот класс оружия не нужен вообще. Он не нужен был ни раньше, ни сейчас. Потому что с помощью такого оружия они теоретически могли бы воевать только с Мексикой или Канадой. Потому что радиус действия таких ракет от 500 до 5000 километров. Для России ракеты с дальностью до 5000 километров актуальное средство обороны. Ведь на юге от нас такие ракеты есть. Да и если в Европе будет американское ПРО, то для сохранения баланса Москве придется иметь возможность ее быстро преодолевать. Искандеры из Калининграда покроют лишь Польшу. Дальше нужна как раз средняя дальность. Быстро изготовить такое оружие Россия может. Об успешных испытаниях Путина еще 7 июня доложил генерал-полковник Зарудницкий. Новая ракета была запущена с полигона Капустин-Яр близ Астрахани и поразила цель на полигоне Балхаш, Казахстан. Это порядка 2500. Как раз средняя дальность. Что до юридических ограничений, то американцы же вышли из договора ПАПРО. Почему нам не выйти из договора по ракетам средней дальности от 1987 года? Думаю, так оно и будет, когда станет актуально для безопасности России. Продолжение следует...